Место встречи изменить нельзя. Такую картину ежедневно наблюдают жители дома на улице Северной 32. Несколько лет назад незваные гости стали жить по соседству с людьми. Вместо квартир – контейнерные площадки, подвал и двор. В нашем городе они были, в общем-то, на моей памяти, практически всегда, но в таком количестве они появились уже несколько лет как. Заходят как к себе домой, рассказывает житель первого этажа Александр Стрельников. Из-за этого в квартире постоянно приходится заделывать многочисленные дыры. В квартире они лезут через электрощитовые, потому что подача у нас идет кабелей питания из подвала через шахты, ну, отверстия такие. И там кабели. И вот они поднимаются, это я говорил, с электриками, и они попадают в дом внутри. Настоящим кошмаром крысы стали и для автолюбителей. Даже под капотом транспорта находят, чем поживиться, говорит Александр Пескунов. За последние полгода успели испортить уже несколько машин. То есть у многих машин уже сгрызли провода под капотом, то есть люди испытывают проблемы, машины с утра не заводятся. И ладно бы мы зимой понимали, что там тепло, и они туда приходят, но они даже летом приходят, и вот человек буквально, не знаю, две недели назад прям погрызли всю проводку прям под капотом вообще. По мнению жителей, одна из причин – мусоропровод, расположенный в доме. Бытовые отходы – излюбленная еда для грызунов. Есть контейнеры на улице, вышел на улицу за хлебом, выкини мусор, проблем нет. Как бы экологии, все, везде один позитив. Собственно, вот этого хотелось бы. Раз в месяц в каждом доме с сотрудниками управления жилищного хозяйства проводится дератизация. Грызунов уничтожают с помощью пищевых ядохимикатов. Специалисты могут делать это и чаще, все зависит от активности жителей. Оставить свое обращение можно на портале Добродел или в ЕДС. Каждая заявка фиксируется, каждая. И есть срок исполнения, потому что невозможно в один день все дома обработать. И по графику уйдем. Оставлять ядохимикатов в местах общего пользования нельзя, отмечают специалисты. Поэтому для дератизации выбирают подвалы. Здесь, на улице Северной, сотрудники жилищного хозяйства обработали площадь почти в 628 квадратных метров. После обработки предоставляется фото-видеоотчет с геолокацией, отставляется акт. И все. Потом через какое-то время мы делаем обход. И все, что остатки остается, все это убирается, все специально, специально все увозится. Только что наша съемочная группа стала свидетелем проведения дополнительной дератизации по адресу улица Северная, 32. Надеемся, что в ближайшее время жители заметят результат проделанной работы. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...